В ЕС обсуждают вопрос о введении санкций в отношении судоходной компании Sunship Management Ltd, базирующейся в Дубае. Подозревают, что она помогает России обходить ограничения на экспорт нефти. По словам двух дипломатов, российская государственная компания Совкомфлот, как полагают в апреле 2022 года, предлагала САН весь свой флот из 92 судов, чтобы обойти санкции ЕС и международные санкции. Компания, прежнее название которой SCF Management Services, напоминала название Совкомфлота. Впоследствии была переименована в Sunship Management. Из публикации издания «Политико». Переливание нефти и нефтепродуктов судно на судно, смешивание черного золота в портах третьих стран, отключение идентификационной системы на танкерах-перевозчиков, подделка экспортной документации, использование теневого флота. Различными способами Россия маскирует происхождение собственной нефти, чтобы продать ее за границу, а, проще говоря, обходит санкции. Громоздкие серые схемы позволяют Кремлю, несмотря на санкции, экспортировать нефть и нефтепродукты, но в то же время значительно усложняют логистику и создают проблемы с документацией. Надо понимать, что каждая лазейка — это всегда усложнение, удорожание, ухудшение поставок, уменьшение объема поставки, как бы нам ни хотелось. Сказать, что мы закроем на 100%, ну, это невозможно. Российский бизнес, он вышел из бандитских 90-х, и, соответственно, он будет искать разные пути для того, чтобы поставлять необходимое для себя там какое-то оборудование. Но, опять же, дороже, сложнее, хуже. Россия, некогда поставщик более чем трети всей нефти в ЕС, теперь вынуждена торговать ресурсами из-под полы, к тому же с огромным дисконтом. Так, по данным российского Минфина, дефицит федерального бюджета в январе 2023-го стал рекордным и достиг пиков триллион семьсот семьдесят шесть миллиардов рублей, а нефтегазовые доходы за месяц упали на 46%. Ваудис Домбровскис Вице-президент Европейской комиссии во время пресс-конференции в Брюсселе. Дрон-камикадзе иранского производства «Шахет-136». Более 30 его компонентов изготавливают на Западе. Беспилотник «Орлан-10». Почти четверть его комплектующих сделаны американскими компаниями «Тексус Инструмент» и «Аналог Девайсос». Несмотря на ограничения, Москва продолжает импортировать западные технологии. Они играют жизненно важную роль в поддержке военных усилий Кремля, считают эксперты. Ограничение доступа России к ним имело бы разрушительное последствие, поскольку большая часть российской техники, включая самолеты и танки, зависит от западных запчастей. Мы видим, в российской технике по-прежнему используются американские, европейские комплектующие, электроника, которые к России попадают через те страны и компании, которые помогают санкции обходить. Соответственно, без включения вторичных санкций мы не ограничим возможности России в производстве вооружения и получении критических материалов, технологий, которые необходимы для продолжения агрессии. В ЕС анонсировали, что ближе к 24 февраля утвердят 10-й пакет санкций. В нем будут прописаны механизмы, которые блокируют попытки России обойти ранее введенные ограничения. Кроме того, Брюссель впервые включит в списки организации из третьих стран. Стражи исламской революции предоставили России беспилотники для атак на гражданскую инфраструктуру в Украине. Поэтому мы добавляем к нашему санкционному режиму семь иранских организаций. Долг ЕС наложить на них санкции и противостоять Ирану в поставках беспилотников и передаче технической информации для строительства производственных площадок в России. Санкции 10-го пакета также включают дополнительные ограничения на экспорт. В списке запрещенных к вывозу из ЕС в Россию товаров могут оказаться компоненты для электроники, детали для реактивных двигателей, различные запчасти, антенны и подъемные краны, а также редкоземельные элементы и тепловизоры. Кроме того, в санкционном списке, вероятно, окажутся российские пропагандисты и представители военного командования, а также крупные российские банки.